Казачьи разъезды Атамана Платова обнаружили длинную колонну наполеоновской армии, отступающую в сторону Можайска. За ней тянулись огромные обозы с награбленным в Москве имуществом. Стало понятно, что избегая нового лобового столкновения, Наполеон воспользуется единственным возможным вариантом отступления. Это была уже разоренная французами по пути в Москву старая Смоленская дорога. Атаман Платов сообщал Кутузову, неприятель бросает на дороге все свои тяжести, больных, раненых, и никакое перо историка не в состоянии изобразить картины ужаса, которые оставляет он на большой дороге. Еще находясь в Москве, Наполеон велел пересмотреть все календари и справочники за 40 лет, чтобы установить, когда в России начнутся большие морозы. Ему доложили, что раньше первых чисел декабря опасаться нечего. Однако не успела армия выйти на Смоленскую дорогу, как температура резко упала. И в одну ночь от холода пало 30 тысяч лошадей. Во французской армии началась настоящая драка. Артиллеристы бросали пушки и орудийные фуры, перепрягая оставшихся в живых лошадей в телеге с вывезенным из Москвы добром. Обозники выкидывали во враги своих же тяжелораненых, освобождая место для награбленного. 30-ти градусный мороз и муки голода привели к тому, что французы стали поедать павших лошадей. Особо желанным были лошадиные печень и сердце. Еще одно блюдо состояло из смеси снега с порохом, который солдаты жадно ели прямо из своих мохнатых киверов. К Смоленску подошло не более половины солдат, выведенных Наполеоном из Москвы. Запасов провианта в городе почти не осталось, а то, что было, моментально разграбили толпы неуправляемых солдат Великой Армии. 11 ноября, взвесив все обстоятельства, французский император вынужден был отдать приказ о продолжении пути на Запад. Сытые и полные сил французские солдаты, которые не ходили на Москву, а стояли гарнизонами в Белоруссии, встречая отступающих соратников, не могли поверить своим глазам, что истомленные, обросшие бородой, покрытые рубищем и тряпьем люди, вместо обуви, укутавшие ноги соломой и мешками, и есть та великая армия, которая завоевала пол Европы. Субтитры создавал DimaTorzok